Добро пожаловать в огуречные теплицы Завязей дофига, а огурцов нет Но даже на кустике видно Смотрите, мягкий Как я и сказала, он водянистый Его классно будет есть ранней весной Но когда летом пойдут вот эти пупырышки Вот это обычно никто не видит Пойдемте, покажу вам Самое, наверное, таинство Ну что, друзья, добро пожаловать в огуречные теплицы У нас их много Они уже какие-то с урожаем На каких-то сейчас идет селекция и скрещивание Я вам обязательно все покажу в процессе А в этой теплице мы будем с вами дегустировать И выбирать лучшее В прошлом сезоне я собрала гибридные комбинации И здесь уже выбрали самые лучшие гибриды Которые были отобраны ранее И мы сейчас будем их пробовать И уже будет финальная пробы, скажем так После пробы это все пойдет на размножение И примерно через год мы получим первые образцы огурцов Поэтому давайте приступим Буду вам все показывать Очень интересно и занимательно У меня в линейке нетипичного фермера нет гладких огурцов Вот не знаю почему Но мне они в основном не нравятся по вкусу И каждый раз я пробую-пробую Хотя вру, у нас появился квинтон Это гладкий огурец, но он белого цвета Он очень вкусный Надеюсь в пару Подберем деленый Он, кстати, неплохой вариант Я вам сейчас буду показывать По каким параметрам я вообще отбираю огурцы Почему некоторые попадают, а некоторые никогда не попадут Попробуй, дорогой Обычно гладкие Не имеют хруста И у них такой, знаете, слегка водянистый вкус Поэтому, наверное, до сих пор нет Это неплохой вариант Как тебе? Он так же прекрасен, как и ты А вот до этого был гладкий Я уже по виду вижу, что Вот он Он не будет такой вкусный Во-первых, смотри Ну, очень мало урожайный То есть завязи мало Вот на этом экземпляре Тут пучковые завязи А здесь вот единичные Но они, по крайней мере, в каждой пазухе места по огурчику Это хороший признак А здесь пучков много Завязей много Но плодов завязывается вот не так уж и много Вот это невкусно Чувствуешь разницу? Вода Вода Тот был хрустящий Ну, придется доедать Теплесный замчился А это бактерии А соль дадут? Нет Вот смотрите Здесь уже завязей мы видим больше Но бугорчатые огурцы Они все такие, знаете, с хорошей завязью в основном Но мне не очень нравится форма Дорастает огурец И он становится таким бочкообразным И, скорее всего, если его разрезать Когда он будет перерастать Там будут семена Тут еще пока нет Да, как я и сказала Он водянистый Ну, то есть Когда огурец раздувается в ширину Он, как правило Моя свой вкус Да Он вроде бы колючий Смотрите Такой вот Кажется, что прям сейчас вот будет хрустеть И хрустит Обратите внимание Что некоторые огурцы Я даже пробовать не буду Я их пропускаю Смотрите Завязь не мало Клод светлый Водянистый Даже такие пробовать не буду Та же вот история Очень бочкообразный Вот смотрите Он еще маленький Но даже на кустике видно Смотрите Мягкий Даже срывать не буду Не хочу Здесь та же самая картина Кучков много Завязей дофига А огурцов нет Их сразу видно Уже вот на такой стадии Будет ли урожайный огурец А вот смотри Какие огурцы Сказать, почему я не стала Если смотреть на этот куст Он урожайный Если смотреть на соседний Менее урожайный Это клеевые ловушки На них попадаются насекомые Они пропитаны Препаратами На которые слетаются насекомые И они есть желтого цвета И голубого цвета В одной теплице можно видеть И они приманивают разных насекомых Вот можно видеть Былокрылка Тля Хорошо прилипает Грибной комарик Вот тут вижу пока Ничего страшного нет Довольно-таки чистая Это для такой теплицы Считается чистая Я правильно понимаю, что их можно вешать В обычную теплицу? Да-да У себя Ну как бы я тоже живу В свою теплицу тоже вешаю Это не спасет от насекомых вредителей Но это хороший индикатор Чтобы понять, что насекомые Начали размножаться Слышите этот звук? Это автоматические форточки Здесь стоит автоматическое проветривание И сейчас на улице у нас еще март месяца Естественно, ночные заморозки Холодно Но днем, когда солнце нагревается Очень высокая температура Поэтому форточки срабатывают автоматически Солнышко выглянуло Температура поднялась И сразу идет проветривание Еще один вид огурца Это салатный огурец Обычно они вот такие большие Гладкие У меня тоже в линейке их нет Не знаю почему Тоже сложно ответить Наверное, все по тем же, знаете Вкусовым моим личным качествам Что мне не нравится гладкоплодное Но мы в поиске Вот вижу Дальше У меня есть неплохие дельтары Более урожайные Сейчас будем пробовать Салатные огурцы Вот это считается Недорожчиной Нужно их пробовать Все-таки уже в большом состоянии Вот в таком Нежный Как все салаты Мягковат Его классно будет есть Ранней весной Но когда летом Подняты вот эти пупырышки Вот это обычно никто не ест Можно вопрос? А его можно выращивать На подоконнике? Лучше не надо Салатный тип Во-первых, сам размер плода Чтобы налиться в таком плоду Нужно будет довольно-таки Много жидкости И размер плода Он соответствует Размеру кустика Обратите внимание Больше трех метров куст И посмотри Какие листья Вот давай Здесь солнышко попадает На подоконнике В детстве я думал Что это лопуха На подоконнике Ну и бессмысленно выращивается Сейчас дойдем до Компактных огурцов И я сразу покажу Какой там И размер куста И размер листа И соответственно Размер плода То, что лучше будет Конечно, вырастить можно все Но Все не просто так И еще вам расскажу Большое количество завязей Это не значит, что это хороший огурец Вы смотрите, сколько завязей А видите, хоть один развитый огурец Ни одного Это, возможно, одна из гибридных комбинаций Квирка Потому что по пучку Видно, что На квирк похож Но что-то пошло В этом скрещивании не так Почему нельзя взять маму и папу Скрестить И в следующем, грубо говоря Урожая уже получать семена Это уходит 3-4-5 лет Обратите внимание Вся теплица демонстрационная Но вот на одном огурточке круглом Мы видим вату Вата появляется не просто так Это значит, что вот этот огурец Опылили Значит, здесь работал селекционер Что-то он увидел в этом огурце Произвел опыление для каких-то своих тестов И потом в дальнейшем этот плодик Оставят на кустике Он вырастет до больших размеров С него соберут семена Мы сейчас сходим в теплицу по размножению Там это будет вам явно видно и понятно А здесь вот, видите, одна из гибридных комбинаций Какая-то бестолковая Отсюда взбралась пыльца И опылялся Вот я вам показывала с ваткой Скорее всего, как с вас это удалось Как все говорят, огурцы Они и в Африке огурцы Вот попробуй из тысячи огурцов Найди что-то вкусное Вот в день таких съемок И теста бывает и 3-4 килограмма Пойдемте, покажу вам Самое, наверное, таинство По размножению огурцов Это их опыление Покажу теплицу, где растут мама и папа И как делать прекрасное скрещивание Чтобы получить потом в итоге Вот эти финальные образцы Сколько происходит работы И сколько происходит лет Мы сейчас находимся в селекционной теплице Где происходит опыление гибридов И давайте посмотрим поближе Как это выглядит Вы можете видеть, здесь красные ленточки Красная ленточка означает то, что огурчик опылен И смотрите, цветочек закрыли ватой Закрывают, чтобы насекомые вредители Либо просто какие-то насекомые Не переопылили, не заползли туда Не занесли другую пыльцу То есть вот таким вот образом выглядит Опыленный огурчик Сейчас покажу в другой теплице Как он будет выглядеть Когда придет время собирать урожай Опылила тоже один огурчик Смотрите, у нас есть пыльца Так аккуратненько убираем Лепесточки Остается пыльца Здесь у нас пыльники, женский цветок Таким вот образом опыляем Далее Закрываем Закрываем ваткой, чтобы не попадали Насекомые И дальше маркируем наш огурчик Готовы И здесь уже теплица Где огурцы побольше Попылили Здесь будут расти семенники Как происходит вообще сбор семян Смотрите, здесь огурцы уже больше Они будут расти еще больше Когда они станут большими и желтыми Такими страшными Тогда их соберут уже Для того, чтобы вынуть из них семена Смотрите, все равно Вот они опыляются по одному А дальше все равно нарастают И видите, уже выше Не опыляют Чтобы сила растения не тратила Получается где-то по 6 огурчик С 5, 6, 7, 8 огурчик С одного куска Здесь теплиц много И как же осуществляется Капельный полип? Конечно, автоматизировано Есть специальный компьютер Который распределяет воду Непосредственно каждым растениям И в этих бочках не просто вода А питательные растворы Вот посмотрите Видите буковки А и Б И вот тот самый полив Разложен он на магистрали У меня на участке Потому что, то есть у меня основная магистраль Здесь единственная труба побольше Чем у меня на участке И от них идет уже тоненькая магистраль Здесь идет лента У меня капельница Каждым растениям здесь Лента Она стоит, кстати, дешевле Ее позволить себе может каждый дачник Здесь в теплицах Ее используют каждый год новую То есть год она отработала Ее выбрасывают И на следующий год застилают другую Дорогие дачники Я прощаюсь с вами Надеюсь, видео из теплиц было бы вас Интересным Это лучшее место на земле По мнению нетипичного фермера И я очень счастлива, что Работаю в таких условиях И приношу пользу этому миру И надеюсь, что каждый дачник Который выращивает что-то на своем участке Со временем будет Добрым словом вспоминать меня И говорить спасибо за хорошие Качественные семена Я буду стараться, трудиться И впереди еще очень много работы До новых встреч, друзья! Звучит как тот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!